Так, теперь у нас Q&A сессия. У нас был вопрос по поводу основных проблемных аспектов и сложностей в вопросах, связанных с привлечением прямых иностранных инвестиций. Вот так, Нурсултан, у вас... Да, спасибо. Ну, вы осветили, знаете, самые такие крупные, скажем так, насущенную проблему, при котором инвесторы сталкиваются и теряют иногда аппетит к входу на рынок Казахстана. Но есть множество плюсов. Из минусов, например, начнем с процедуры входа на рынок, создания бизнеса. То есть это практически все у нас в электронном формате. То есть это все сделано. Собрать пакет документов, зарегистрировать бизнес в течение одного рабочего дня, это спокойно можно сделать. То есть процедура слегка так забюрократизирована. Если там получается, что если документы за рубежа, да, то есть если, то там некоторые документы апостелировать надо. Если с ближнего рубежа, там с Россией, то просто настояльно заверить, да, подготовить определенный перечень, и все. В принципе, как бы здесь особых, как бы, скажем так, барьеров при создании бизнеса нет. Если вдруг все-таки вы хотите что-то приобрести, да, то есть купить, то есть здесь тоже как бы особых барьеров нет. То есть там как бы определенные вопросы. Это вот покупка какого-либо крупного бизнеса, да, где активы составляют там порядка 60 миллионов долларов, да, 70 миллионов долларов. То есть там, если вы приобретаете более 50% доли участия, да, там надо получать там у антимонопольного комитета согласие на там, да, то есть приобретение бизнеса, да. Там, если вы хотите какой-то стратегический объект купить, там, конечно, тоже есть проволочки, стратегические объекты. Это, знаете, всякие там крупные месторождения там полетных ископаемых или, я не знаю, магистральные трубопроводы. То есть есть целый перечень страт объектов, да, есть ограничения, например, по определенным сферам бизнеса, да, чем нельзя иностранцам заниматься. То есть можно, но с определенными ограничениями, да, то есть, например, телекоммуникации, да, то есть прокладка междугородних или международной линии связи, да, то есть там, как бы, более 49% доли не выкупить. Там масс-медиа, как бы, да, нельзя заниматься, более 20% доли нельзя купить. Охранная деятельность, там тоже есть ограничения кое-какие, да. Но в целом, как бы, если заниматься ритейлом, если заниматься, там, другими видами деятельности, то там особых ограничений нет. Что, как бы, касается, например, имущества, да, то есть свободное имущество можно приобретать. Единственное, что если вы, как бы, вкладываете в Казахстан деньги, там, порядка свыше 500 тысяч долларов, это, вот, единственное, что надо, например, там, вкладываете в уставной капитал, то там, конечно, такие, надо такую сделку регистрировать, там, в нас банк идти, да, ну, а так, как бы, ограничений по суммам, да, то есть тоже нет. Открываете бизнес, минимальный уставной капитал, это вот 100 МРП, это примерно 278 тысяч тенге, это меньше, там, 600 долларов, да, то есть можно открыть бизнес, если малый, средний, малый бизнес, то там, вообще, как бы, уставной, нет требований к уставному, к формированию уставного капитала, да. Далее, если, например, то есть по, как бы, если компания берет займ за рубежа, то есть, если она берет свыше, там, 100, если не ошибаюсь, 100 тысяч долларов, тоже надо сделку регистрировать, да, в нас банке тоже, ну, по идее, такая легкая процедура, как бы, особо ничего здесь сложного нету, то есть, если, как бы, компания хочет приобрести недвижимость, если, там, акции или доля участия более 50 тоже процентов принадлежит иностранцу, да, то есть, тоже особо ограничений нет, единственное, что это сельскохозяйственные земли, да, то есть, как бы, здесь, да, то есть, нельзя, получается, в собственность приобрести сельскохозяйственные земли, но в основном, там, недвижимость можно купить компаниям с иностранным участием, да. Лицензии можно в онлайн-формате получить, да, то есть, просто, как бы, надо предъявить документы, сдать документы, подтвердить, что вы соответствуете квалификационным требованиям, лицензии можно онлайн получить, большинство лицензий. То есть, барьеры, например, не знаю, там, по привлечению рабочей силы иностранной, да, то есть, если вы, там, регистрируете свою компанию в Казахстане, и вы сами же являетесь директором в нем, то и вам и рабочие разрешения не нужно будет получать, да, то есть, как бы, послабление такое хорошее. Ну, как бы, один из барьеров, то есть, в этом году, как бы, из-за пандемии слегка сократили количество, то есть, квоту на привлечение иностранной рабочей силы слегка, да, ну, как бы, в целом, тоже у нас клиенты свободно получают разрешение на привлечение рабочей силы. Так, и, то есть, там, как бы, есть еще барьеры, например, в разных отраслях, если вы хотите заниматься строительством, да, то там надо опыт свой подтверждать, да, там, 5 лет, 10 лет вашего строительства, опыт строительства надо подтверждать, если вы открываете ТО, то там, как бы, большие, ну, проблемы, можно филиал открыть. Вот, в отношении филиалов, то барьер, то есть, в прошлом году, в июле тоже его внесли, то есть, получается, что если вы открываете филиал иностранной компании здесь в Казахстане, то им, как бы, по валютному законодательству надо сделки все вести с казахстанскими компаниями в тенге, то есть, если филиал российской компании заключает контракты, там, с казахстанскими компаниями, с другими казахстанскими компаниями, да, то там, как бы, требования новые внедрили, что там в тенге надо рассчитывать, но, учитывая, что большой рост инфляции, да, то есть, не всегда бывает удобно в тенге рассчитываться, да, то есть, если там фарма-сектор, то там тоже есть свои барьеры, да, что вот с прошлого года внедрили, там, регулирование цен на, там, лекарственные средства, да, то есть, сейчас фарм-производители тоже, как бы, подстраиваются под эти регулирования. Если заниматься недропользованием, то есть, здесь, наоборот, многие процедуры упростили, то есть, у нас новый кодекс о недрах недропользования, и так у нас внедряется, там, новый режим, там, контрактный режим на, то есть, недропользование, да, то есть, все процедуры у нас упростились. Есть, можно вопрос? Вопрос актуален по поводу фарм регулирования. Вы говорили, что ввели предельные цены на фарму. Вопрос еще второй. Наверное, не знаю, как в Украине, но у нас в последний месяц возник дефицит лекарственных средств. И здесь многие говорят, что это возможно из-за того, что было слишком жесткое регулирование по части ввоза, регистрации новых средств. То есть, возможно, может быть, либо вы на Сутан, либо у Ан, может быть, этот вопрос можете пояснить? Да, знаете, я как бы сам тоже непосредственно до этого помогал клиентам регистрировать медицинскую технику. И здесь не без проблем тоже. Есть специальные объемные правила по регистрации этих лекарственных средств, медизделий. Аппараты ИВЛ, это медтехника. Если вы там возите, скажем, винты, шприцы, это медизделия, лекарства отдельно. То есть, все это надо в Казахстане регистрировать. А для того, чтобы зарегистрировать, сперва надо пройти процедуру экспертизы на безопасность и пройти оценку безопасности, когда казахстанские эксперты медицинские выезжают туда за рубеж, оценивают условия производства, осматривают завод. И как бы на это тоже время немного уходит. И в целом у нас такие есть проволочки, то есть, скажем так, барьеры в законодательстве. Но на период пандемии, то есть вот эти вот завозы лекарственных средств, медизделий, медтехники, они, по идее, упростили. Они упростили как бы некоторые моменты. То есть, например, там завозы масок и всего остального, то есть, насколько я помню, не было необходимости регистрировать, да, не было необходимости проводить какую-либо экспертизу, да. То есть в каких-то пределах все-таки было какое-то упрощение, да, то есть можно было это в свободном порядке завозить. Но вот все-таки этот дефицит случился. Ну, к сожалению, здесь как бы сложно подсказать. Может, не совсем как бы вовремя приняли, да, вот эти вот послабления дали, да. Просто мы ожидаем сейчас, допустим, вторую волну, да, вот осенью. Вот не знаю, как бы, вот я не знаю по поводу Украины, тоже, наверное, да, как бы ожидаете, да, что осенью будет вспышка, скорее всего, да. Уже началось. Уже началось. Ну, как бы, да, обычно там октябрь, да, вот то, что сезон трибря. И что вот, возможно, опять-таки, да, вот, что будет нехватка всех вещей. То есть, как бы, да, как бы, конечно, по этому вопросу сейчас работает, там, не здрав, работает, но все равно, как бы, вот, хотелось бы узнать вот такую точку зрения. То есть здесь, как бы, нужно менять закон, видимо, да, то есть, как бы, упрощать, либо снова вводить ЧП, да, или что, как так, да. Вопрос, 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 можно? Вопрос по налогам. Льготы не предоставляли по медицине налоговые? Потому что в Украине сняли НДС вообще с некоторых медицинских товаров. То есть можно было завозить все, при этом без НДС, а вот до 1.08 НДС, до 1.07, по-моему, в течение трех месяцев можно было завозить любой, там, определенный перечень по кодам товара без НДС. То есть ты завозишь без НДС и продаешь без НДС, то есть минус 20% сразу по цене. У вас было такого плана? Да, у нас были льготы, и вот еще раз возвращаясь в целом в регулированию завоза и ввоза импорта медицинской техники и медицинских изделий, у нас вот с 19 июля был принят новый кодекс, точнее он вступил в силу в 19 июля. И да, вот, соединяясь с Салаваном Султаном, у нас были внесены определенные изменения в сфере именно ввоза и вывода, то есть были определенные послабления, упразднили некоторые уведомления, то есть сейчас, ну, как бы ранее действовали, действующие уведомления в сфере, уведомления о Коптовой и розничной реализации, они остались, но некоторые уведомления, вот, сейчас очень не могу сказать, какие именно, но они уже не действуют, то есть они не имеют силу. Но при этом, как бы, у нас есть в законе, точнее, в кодексе требования о том, что ввоз незарегистрированных и медицинских изделий, и изделий, которые не прошли, не получили разрешение, вот, они запрещены. А вот по поводу НДСа, да, у нас были упразднения небольшие, то есть в области именно, то есть средств необходимых для, так сказать, карантина. Я вот точно не могу сказать именно, какие именно, но были определенные послабления. Так, окей. Так, у меня, знаете, вот, давайте, может быть, все темы переключим. Вот, у меня вопрос, Павел, к вам был, когда вы выступали. Вот, самые эффективные методы по, как бы, развитию, ну, по развитию бренда, компании, ну, по продвижению компании, маркетингу, да, очень часто бывает, что они вообще бесплатные, ну, как бы где-то либо бесплатные, либо они очень такие дешевые, да, ну, как бы по своей ценности. То есть это обычно какой-то, либо, когда, ну, как бы, допустим, руководство компанией, там, развивает какой-то свой, там, бренд, выступает на, там, где-то мероприятия какие-то, либо пишет какие-то статьи, блоги, да, либо идет такое, что делают какие-то вирусные ролики, да, которые обычно, бывает, что часто, ну, как бы, они обходятся очень-очень мало, очень, по своей ценности, да, но, как бы, бывает, что выстреливают так, что они, как бы, очень большой охват дают. Ну, смотрите, то, что вы называете, это та сторона, которую вы видите. Объясню, почему. Теперь смотрите, вы выпускаете вирусный ролик. Для того, чтобы он гарантированно стал вирусным, вам нужна работа, команда, которая сделает так, чтобы он был вирусным. Шансы, что вы сняли что-то вирусное, оно само пошло, ну, один к миллиону. Давайте честно, реальные вирусы, которые работают на бренд, они создаются конкретно профессионалами. А теперь следующий вопрос. У вас бизнес по продаже чего-нибудь. Вот это чего-нибудь вы продаете тысячу штук в день. У вас отлажены бизнес-процессы на производство, доставку, поставку, рассылку, работы с претензиями, обработку заказов и бухгалтерии, рассчитанные, ну, тысячу день вы справляетесь. Вы запускаете вирус, и у вас три тысячи за продаж в день. А теперь вопрос. Сколько вам нужно денег на наращивание инфраструктуры для того, чтобы сохранить качество, обеспечить увеличение производства, производства, да, то есть ничто так не стоит дорого, как инфраструктура. То есть я могу снять ролик, я продаю 10 там чего-нибудь, о, ручек. 10 ручек в день я продаю. Я снимаю вирусный ролик, у меня очередь миллион. Я могу выполнить этот объем? Да никогда в жизни. То есть вы представляете, насколько мне нужно увеличить обороты, объемы, обороты, заморозку денег в технологическую цепочку? То есть то, что вы говорите, бесплатное, очень дешевое, бесплатное, как это правильно сказать, инструмент популяризации, он существует. Но если я сделал что-то прикольное, выставил это на рынок, но я не готов обеспечить увеличение, скажем так, покрытие новых заказов, то я получаю негатив. Причем я негатив получаю больше, потому что от этого пострадают и существующие клиенты, которые из-за навала, из-за, ну, как бы, начинают, ну, то есть просто скажем так, бизнес-процессы начинают цепаться. Да, конечно. Вы можете работать так же качественно, как до того, как вы вышли там. В ширине мощности, да? Да, не важно что. Самая большая проблема... То есть если это консалтинг, то это, получается, найм персонал дополнительного, да? Все, абсолютно все. Мощности, логистика, на аутсорсе брать, не знаю, там, на аутсорсе брать продажников, на аутсорсе брать людей, которые будут заниматься теми вопросами, об которые вы спотыкаетесь, брать аутсорсинговую логистическую компанию, вплоть до того, что, давайте так, есть компании в Украине и в Беларуси уже, да, которые выполняют заказы, ну, вы говорите, ну, все говорят там СТМ, да, своя торговая марка для сетей, но есть компании, которые дают производственный аутсорсинг, то есть на их мощностях вместе с их продукцией выпускается, например, там, а-ля Кока-Кола, согласно стандартов Кока-Колы, но делается не на заводе Кока-Кола, потому что завод основной не успевает, они переносят это на аутсорсинг. В основном это непродуктовые, но на сегодня очень много продуктовых компаний могут на аутсорс отдавать, вот просто они не успевают, а завод построить они не могут, потому что, ну, строительство завода – это полтора-два года, а рынок растет, они не успевают, как бы, покрывать потребность, им надо это производить под своей торговой маркой где-то вот на стороне. Ну, то есть, давайте так, вы же понимаете, что та же Тойота или, там, Фольксваген, они же, соответственно, не производятся только в Японии или только в Германии. То есть, мощности гуляют по всем заводам, по всему миру, и они перераспределяются в зависимости от спроса. Здесь больше, здесь меньше. То есть, здесь выгоднее, здесь, там, менее выгоднее. Здесь закрываем завод, здесь, там, пристраиваем достройку вторую линию. Окей, хорошо. Да, большое спасибо, Павел. Так, Улан, вот, поймите вопрос, да, который вот мы услышали по поводу цифрового мониторинга. Я думаю, что, опять-таки, это будет интересно всем, да, то есть, по цифровому мониторингу, по, как бы, использованию бюджета, да, там, региона какого-то. Вот, по поводу бюджета, куда они назначаются, в какой сумме, это все опубликуется, это все опубликуется в НФА, на мониторных правовых актах, но о том, как они были потрачены уже постфактами, да, то есть, такой информации, так сказать, зеркальной нету, то есть, нельзя встроить в ТОМВН сразу же, то есть, есть какие-то определенные выступления, публикации соответствующих уполномоченных органов и лиц, которые сообщают, что было потрачено право дата, но, скажем так, например, я не смогу просто зайти, использовать свой интернет, да, и просмотреть именно, куда те средства будут потрачены, на что именно они будут потрачены, да, и в какой сумме, да, но поэтому я могу понимать, на что выделены средства, то есть, куда их собирается потрачать, да, и в каких суммах, и в каких сферах для развития именно определенных сфер. А вот вы сможете, допустим, как обычный физлицо, гражданин, сможете сделать запрос в, там, министерство, скажем, или куда-то в какой-то орган государственный, и запросить вот по какому-то, допустим, тендеру, или там, какой-то конкурсу, запросить именно контракт, ну, вот, контракт, смету, по факту. Вообще, запросить я могу, но вопрос в том, окажут ли они или нет. Вполне вероятно, что, скорее всего, мне могут отказать по каким-то определенным причинам, да, но такое право я имею. В общем, да, получается, я говорю, что если, да, вот вы запрашиваете, вам, почему вам могут, допустим, отказать, то есть по каким причинам? Это, если учитывая, что это государственные средства, да, то есть, ну, бюджетные средства, вот, то есть, и как бы, ну, как гражданин, ты должен знать, да, каким образом они расходовались, да? Да, просто, видите, я, как бы, исходя из практики, из того, что происходило, вот, допустим, в обходе, да, вот, с начала реализации этой программы, то есть, не было такого кейса, да, когда кому-то именно гражданин предоставлялась такая информация. Публиковалась информация официальными информационными изданиями, да, но были случаи, когда их опровергали, то есть, сам министр, да, который занимается именно деятельностью сферы цифровых технологий, развития, да, он говорил, что эта информация не верна, да, то есть, такая сумма не была потрачена на развитие цифрового Казахстана. Вот, соответственно, я полагаю, что сейчас, как бы, эта информация в какой-то степени конфиденциальна, возможно, да, но, как я считаю, они должны именно, ВОЗ-бюджет, именно потраченный ВОЗ-бюджет должны публиковать в открытом доступе. Это открытый вопрос, очень хороший вопрос, я считаю, и, как бы, нужно его, так сказать, вставить на, так сказать, выше. Да, и причем он должен, этот бюджет публиковаться, я думаю, в таком, как бы, открытом доступе, чтобы, как бы, да, возможно, сейчас туда имеют доступ, там, какие-то депутаты местные, да, то есть, как бы, они имеют право сделать контактный вопрос, получить информацию полную. Да, я думаю, что вообще для наиболее приятного варианта будет это вот весь сайт, цифровый Казахстан, да, где содержится вся информация по цифровому Казахстану, да, и там создать отдельный раздел именно по публикации этой информации, то есть, где можно будет полностью форматовать и мониторить, куда были потрачены госсредства. То есть, это можно, в принципе, делать на самом сайте, чтобы все было, так сказать, в одном месте. Окей. Хорошо, большое спасибо. Так, у нас уже, ну, в принципе, вот время 4 минуты, мы уже, как бы, экстра, да, вот. Ну, еще, наверное, я думаю, еще можно минут 5 быстренько обсудить. Вот у меня есть тоже, вот, как бы, в принципе, аналогичный вопрос, Павел, к вам, да, по поводу... Да, давай. Как бы аналогичный вопрос, просто, опять-таки, как бы, чтобы узнать ваш опыт именно как, допустим, гражданин, да, опять, ну, как бы, пусть и житель Украины, это по поводу, там, доступа к вот этой системе, там, цифрового мониторинга, да, вот, опять-таки, там, оригинального бюджета, да, то есть, если у вас, там, там, вы сможете ли, либо, как, я не знаю, вы, как гражданин, как юрист, может быть, возможно, то есть, может ли, допустим, там, адвокат или депутат, то есть, кто-либо может ли какие-то вопросы делать и вообще видеть, как, как был по факту израсходован, допустим, бюджет вашего региона. В Украине есть система госзакупок, называется Прозора, в переводе на русский прозрачный. Все госзакупки, абсолютно все, тотально госзакупки, которые не под грифом, то есть, мы не говорим о военной части, а те госзакупки публичные, которые идут в виде тендеров, идут через эту систему полностью, то есть, начиная от закупки ручки, то есть, мне надо, там, да, 10 штук. Я говорю, что мне нужно, то есть, госкомпания, госструктура, выставка, как организация, которая хочет потратить деньги бюджетные, она выставляет тендер, принять участие могут все, начиная от предпринимателей, заканчивая крупной корпорацией, это открыто. Проводится тендер, выигрывается, автоматически подписываются в онлайне документы и идет поставка. Вся история всех закупок с момента запуска системы, а в тестовом варианте, она, по-моему, пошла в 2015 году, есть. Сколько, кто, какая компания выиграла, как часто, даже можно обстроиться график, как часто компания выигрывает, сколько эта организация, госкомпания, закупила, там, например, местный бюджет города Киев, купил у предпринимателя Пупкин на столько-то денег и сколько было сделок, за какой период, на какие суммы. То есть там можно, причем это не закрытая информация. У нас такое тоже есть. У нас, допустим, если публикуется какой-то лот, да, вот, не знаю, скажем, поставка какого-либо там материала, то да, это как бы идет как отдельно, то есть можем увидеть, какая цена. Но если это какой-то большой лот, там, скажем, строительство объекта, ремонт дороги, прокладка сетей, да, каких-то там электроканализационных, чего-то еще, то есть, ну, по сути, по сути, как бы, по сути, то, что делается, там, благоустройство, да, то есть это все идет обычно такими большими суммами, и как бы аналитику, то есть как бы такие вот большие подрядчики, они не имеют такой обязанности именно публиковать там какие-то свои сметки, да. То есть у вас такого нет, да, получается, тоже? Нет, нет, закрытая информация, закрытая информация только по оборонке, то есть по оборонным заказам. Любые крупные заказы, они видны, тендеры видны, видно, кто участвует, видно, кто какие ставки делает. Да, но это опять общая сумма, вы не можете увидеть, допустим, вот есть большой там тендер, скажем, на миллиарды, допустим, да, и там вот он состоит, там, из 15 разделов каких-то, вот, и вот 15 разделов, где, опять-таки, ну, какая-то большая смета, одним словом, да, где разные виды материалов, услуг, то есть как бы это, эту аналитику можно получить только по запросу, видимо, да, опять-таки у вас. Нет, у нас можно получить. То есть вы как из лица можете получить, да, это дело? Ну, я регистрируюсь в системе, ввожу свой код, что я не бод, то есть я гражданин, ввожу свой код, или там своя цифровая подпись, единая, например, которая в налоговой используется. Я захожу в системе, и я не могу, например, участвовать в тендерах, потому что я не зарегистрированный участник закупок, либо продаж, то есть я не могу делать вот это, но я могу видеть, что там есть. Кто, что, где, когда закупает, история вся. У нас, в принципе, тоже как бы аналогичная система есть. Хорошо. Ну, в принципе, со временем дойдет до того, что все смогут. Но вопрос еще, что не авторизованный пользователь просто в открытую посмотреть не сможет? Все-таки надо свою цифровую подпись предоставить. А у нас можно посмотреть авторизованный. То есть у нас можно open source просто дойти на сайт, допустим, в госзакупке из этой и там посмотреть. Ну, базовую какую-то информацию, не вплоть до регистрационных документов участников? Нет, нет, нет. А, ну, просто под авторизацию? Вот такой вот объявляется по такой цене, и все, а потом уже нужно регистрируется всеми, чтобы подавать, участвовать. Да, да, да. Ну, как бы, да, есть момент, есть момент, что, опять-таки, ты не видишь детали. Детали не опубликуются. Объявление, да, но по факту случилось не есть. А, то есть документы по факту с мета. Ну, все идет, все меняется. Походит по факту, да? Со временем, думаю, у вас придете к тому, что откроется все. Хорошо, хоть уже система... Очень сильно окружается. Вот, как такая большая реформа, да, чтобы это было бы опозрачный бюджет. Хорошо. Ну, в принципе, так, у нас вроде бы все. Хорошо. 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 Хорошо.